Всем добрый день. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, что меня видно и слышно. По нашей старой традиции. Да, спасибо большое. Меня зовут Ксения Жарская. Я комьюнити-менеджер проекта Seabour Digital Community, в рамках которого это мероприятие проводится сегодня. И у нас сегодня второй день диджитал-конференции импортозамещения 2.0. И нас сегодня ждет два прекрасных доклада и три спикера. И перед тем, как передать слово нашим первым спикерам, несколько слов о нашем сообществе. Давайте познакомимся. Пожалуйста, поставьте в чат единичку, если вы у нас первый раз, двойку, если были пару раз, и восемь, если с нами постоянно. Ага, да, спасибо, Тимур, вижу. Лиса, спасибо, да. Ага, да. У нас есть новенькие, это здорово. Есть и те, кто несколько раз уже пришел, тоже отлично. Надеемся, что вам будут нравиться наши следующие мероприятия. Да, наши следующие мероприятия. Итак, Сибур Диджитал Коммунити – это сообщество для обмена опытом, идеями по цифровизации промышленности в Сибур и за ее пределами в других крупных индустриальных компаниях. И у нас проводятся мероприятия разных форматов. Это как классические доклады и метапы, воркшопы, так и более крупные мероприятия, такие как круглые столы и конференции. И также у нас иногда проводятся легкие форматы. Это утренние ток-шоу, онбордные звонки и QR-незвонки. И мы постоянно думаем о расширении списка наших форматов. И иногда даже подбираем форматы под участников и под их инициативы. По вопросам организации хакатонов и создания сообществ для вашей компании можете обращаться к Павлу Доронину. По поводу участия в качестве спикера, любую обратную связь по ивентам и темам, а также предложения и идеи по развитию сообщества, можно предлагать Александре Бальяновой, менеджеру нашего проекта. И также можно писать мне любую обратную связь, любые вопросы по сообществу, любые инициативы, предложения по коллаборации. И у нас в сообществе есть несколько правил. Мы про цифровизацию в промышленности и индустриальных компаниях. Мы общаемся уважительно и неформально. Мы не обсуждаем религию и политику. Каждый может активно участвовать и предлагать инициативы. И у нас есть разные роли для этого. Вы можете быть как молчаливым слушателем, так и выходить со своими инициативами, предлагать какие-то темы. И, как я уже говорила, формат можно подобрать под инициатора. И мы смело делимся прикладным живым опытом. Главный критерий – это полезность для участников сообщества. В нашем сообществе уже более 1700 участников и более 400 компаний. И на слайде вы видите только, на самом деле, небольшую часть. И если вы захотите найти кого-нибудь из этих компаний, вы можете попробовать сделать это через наш чат. Теперь немножко расскажу о наших площадках основных. Это канал и чат в Телеграме. Если вы смотрите данное видео в записи, то можете поставить на паузу и отсканировать QR-код. И вы перейдете как раз-таки в наш канал, где мы выкладываем анонсы наших будущих мероприятий и записи прошлых мероприятий. Через закрепленное сообщение в канале вы можете попасть в наш чат, где обсуждаются все вопросы, касающиеся цифровизации, промышленности и не только. Заходите, там интересно. И теперь я хочу передать слово нашим первым спикерам. Это Максим Розанов и Максим Растеряев. Максим Растеряев, вы с нами. Да, Ксения, привет, спасибо. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, каким докладом сегодня пришли и почему выходит за сегодня? Меня зовут Максим Растеряев. Я руководитель Центра компетенции в компании Курос Консалтинг. Занимаюсь импортозамещенными проектами по аналитике уже в года 3-4. До этого мой бэкграунд тоже весь в IT более 12 лет. Также занимался проектами по аналитикам и заказной разработке. Сегодня расскажу про свой опыт и опыт нашей компании и команды в одном крупном заказчике по импортозамещению, внедрению в open-source технологии, российских технологий, в том числе платформы LuxMS BI. И, соответственно, продолжит мой рассказ мой коллега Максим Розанов из компании LuxMS. Макс, представишься тогда тоже самостоятельно? Максим, спасибо. Меня зовут Максим Розанов. Я директор по биорешениям группы компании LuxMS. И представляю вендора отечественной аналитической платформы LuxMS BI. У нас опыт, начиная с 2012 года, первые заказчики у нас появились в 2013 году из медицины. Ну, а дальше сейчас мы занимаем лидирующие места в части аналитики. И очень рад, что у нас есть возможность выступить вместе с Максим Ростеряевым, нашим партнером, с которым мы работаем с 2019 года. Ну, подробнее расскажем о нашей презентации. Спасибо. Да, Макс, спасибо. Тогда, коллеги, я сразу пошарю презентацию. Экран. Ксения, можно мне, пожалуйста? Право. Да, секунду. Да-да-да, все, вроде должно пойти. Так, видно ли мой экран? Да, все видно. Сейчас целиком на весь экран разверну. Да, коллеги, я постараюсь емко-кратко. Если будут возникать вопросы по ходу рассказа, лучше записывайте их и в конце задайте, чтобы я не сбивался и постарался как можно больше информации поделиться. Итак, сегодня я хотел рассказать про кейсы импортозамещения в нашем заказчике РЖД. Это программа проектов по контролю и мониторингу ключевых показателей деятельности компании. И сначала хотел бы краткую вводную дать. Вообще, откуда появился проект и какие были предпосылки. Не было у заказчика единой общей методологии, единого инструмента, который бы позволял ему проводить аналитику, принимать какие-то операционные, стратегические, тактические решения. Было очень много разных подразделений, департаментов, которые следовали своим методологиям и могли рассчитывать один и тот же показатель по-разному. И невозможно было топ-менеджменту сказать, какая цифра реально правильна. Поэтому основной целью это было дать инструмент топ-менеджменту, который бы помог ему получить единую точку правды, получить достоверные данные, достоверную аналитику. Сама программа проектов стартовала еще в 2017 году, но в 2019 по мере его развития к нам поступил запрос на импортозамещение, собственно говоря, и переход с западных технологий на российские. Итого, что мы имеем сейчас, вот с момента 2019 года, как мы перешли на импортозамещенную архитектуру, каков вообще масштаб? Первое, начну с того, кто является заказчиком проекта. Первое, это топ-менеджмент компании, генеральный директор и его замы, весь центральный аппарат и все его дирекции. Далее проект распространился на железнодорожный уровень, то есть в первую очередь на менеджмент, то есть на топ-менеджмент, на начальников железных дорог, и далее начался уже такое масштабирование и тиражирование на функциональные подразделения, департаменты, на линейных сотрудников по всей сети. Проект охватывает все функциональные направления деятельности компании, то есть начиная от основных показателей эффективности и операционных показателей, типа перевозки грузов, пассажиров, инфраструктурных показателей. Также там есть аналитика по кадрам, по HR-блоку целиком, по экономике, по финансам, по инвестиционной деятельности, то есть максимальный охват. Источниками данных на текущий момент является более 60 систем, источников различного характера, от транзакционных до Excel-файлов, назовем это так. В том числе и ручной ввод показателей также присутствует, он автоматизирован, это отдельный тоже инструмент. И сама система реализована на архитектуре в виде большого КХД, BI-системы и транспортного узла, интеграционного механизма. Если приводить в технологию уже. Первое. Транспорт, интеграция с источниками. Это шина данных JBoss Fuse. Она в RGD уже существует порядка пяти лет, даже больше. Огромное количество интеграций с помощью нее создано, унифицировано, и все системы сейчас пользуются ей. Это основная шина данных. Далее данные мы перекачиваем в Hadoop. Брокером сообщения здесь мы сделали Kafka. То есть мы перекачиваем из источника данных, передаем данные в Kafka. Дальше забираем их в Hadoop. Hadoop служит таким большим хранилищем архивной информации, то есть разносортной, абсолютно не структурированной. И там данные хранятся без какой-либо трансформации. То есть как мы забрали из источников, так мы их туда и положили. После этого из Hadoop мы данные перекладывать начали сначала в PostgresQL, как реляционное хранилище, где уже выполнялись расчеты, где выполнялись все операции над данными, их применялись правила логические и прочее. Но в определенный момент мощности PostgresQL, конечно, стало не хватать. Стало появляться много инстансов, Postgres друг с другом не связаны. И мы столкнулись с тем, что начали просто информационные потоки дублироваться. Соответственно, мы приняли вместе с закупочником решение переезжать на GreenPlan, как большая уже полноценная MPP-система, которая может горизонтально нормально масштабироваться и на записи, на чтение, и которая может выдержать довольно большое количество запросов. И сейчас GreenPlan является основным реляционным хранилищем. Все это управляется через Airflow. Там настраиваются абсолютно все информационные потоки. И вот если взять информационный поток от начала и до конца, то, скажем так, точка, где рассчитаны все показатели, это как раз GreenPlan. И после GreenPlan показатели уже все мы собираем и переливаем в BI-систему. В BI-системе выступает LuxMSBI, построенный на JavaScript, SQL, ClickHouse. Про это расскажет Максим уже далее более подробно про архитектуру системы и как она работает. Я хотел бы дальше чуть-чуть упомянуть еще, как мы все это интегрировали в IT-инфраструктуру и какие у нас там проблемы были. Пойду дальше по слайдам. Кратко скажу о том, насколько много сейчас пользователей, источников и структурных подразделений используют. Тут на инфографике видно, что мы начали в общем-то с 9 структурных подразделений в 2017 году и всего лишь там 30-40 пользователей. И на момент конца 2021 года у нас уже было включено 78 структурных подразделений, разработано почти 500 экранных форм дашбордов, 56 источников и порядка 4 тысяч именно одновременных пользователей. А общее количество пользователей там сильно больше. Но мы в основном всегда оперируем понятия именно одновременно пользователей. Вот. Дальше. Какие важные аспекты хотел бы отметить? Первый – это единообразие визуализации. То есть все дашборды, вообще вся система построена под ним и тем же принципом. Пользователи из разных функциональных областей все равно работают с одним и тем же UI-интерфейсом, с одним и тем же UX-ом. И когда им добавляются какие-то новые дашборды, они очень легко и быстро адаптируются. Также это позволило сделать нам еще и плавный переход с западных платформ на UX-MS BI. То есть пользователь в какой-то момент даже не понимал, в какой системе он работает. Это старый BI, это новый BI. Для него это все одна система всегда была. Далее, если говорить про то, что мы еще сделали, когда пришли к определенной точке развития. Мы сделали единую точку входа для всех пользователей. Это такой экран в виде кружочков бубликов навигации, где в зависимости от прав пользователя у него те или иные функциональные области доступны. То есть вот здесь, например, как видно, часть бубликов горит красным, туда можно зайти посмотреть, часть бубликов горит серым. То есть это недоступный по правам доступа раздел. Далее, если посмотреть в целом на все дашборды, на все функциональные области, то их уже довольно много, как я уже сказал. Есть уровень центрального аппарата. Дальше первое, чем чаще всего пользуются оперативные селекторные совещания. Часто очень пользуются главным центром управления, мониторингом показателей дорожного уровня и так далее. Это просто такой слайд для понимания, охвата аналитики, которая сейчас в системе построена. Далее расскажу непосредственно про платформу LuxMSBI. Как она внедрялась и с чего начали. Начали мы с дашборда для начальников дорог. То есть мы распространяем систему на дорожный уровень. И проект по именно дорожному уровню был сразу построен на LuxMSBI. Это был для нас новый опыт. Мы видели там и технологические риски, и проектные. Но в целом проект был успешным. Пользователи приняли очень хорошо систему. Но все равно, конечно, возникали трудности. Я про них сейчас расскажу. И расскажу, в принципе, какие задачи перед нами стояли, которые, казалось бы, были очевидными при внедрении западных систем, но стали не такими простыми и очевидными при внедрении российской биосистемы и, в принципе, работе с open source. Первое. У нас обязательно была интеграция с Microsoft Active Directory. Все пользователи ведутся именно там. Второе. Была задача интеграции с общим оркестратором, чтобы управление было из единой точки. И интеграция с системами мониторинга заказчиков. То есть мониторинг инфраструктуры, системного ПО, сервиса всех прикладного ПО. Это все должно было быть встроено в текущую архитектуру по текущим стандартам. И из дополнительных требований можно еще отметить, что было требование по отслеживанию качества загружаемых данных, обеспечение требований безопасности. В первую очередь, самое сложное – это single sign-on и работа по шифрованным протоколам. И дополнительно – это журналирование событий, связанных с действиями пользователей. То есть какие дашборды кто зашел, какие действия совершил, все попытки входа-выхода, откуда, как, когда. То есть там довольно обширный перечень. Всем этим требованиям нужно было соответствовать, чтобы проект в принципе сдать. Далее мы для себя сами поставили задачу – это обеспечить в принципе процесс доставки кода релизов в закрытый контур заказчика. Потому что при работе с Linux, Open Source и Luxe MSBI это не такая типовая задача, как это было, например, при работе с ClickView, когда там просто переносились файлики, было все просто и понятно, и очевидно. Ну и последнее, наверное, стоит тоже отметить, что обязательно было реализовать отказоустойчивость всех узлов системы. Именно горячий резерв и обязательно всех узлов. Это требования заказчика, которые тоже внесли определенные коррективы при разработке проекта. Вот. Теперь по проблемам. Первое, с чем мы столкнулись, это то, что интеграция Linux серверов с Microsoft Active Directory – это не такая понятная и простая задача, как интеграция Windows сервера с Linux. Она понятным образом решается с использованием Kerberos протокола и подготовкой каких-то апфайлов определенных. Но при этом при работе по HTTPS, например, мы обнаружили проблему, то, что сертификаты, которые были выпущены на стороне заказчика, они не во всех доменах принимались. Вот. Это такая организационная проблема, которую мы решили совместно с заказчиком. Вот. И, соответственно, все-таки пришли к тому, что все работает корректно. Вот. Но что бы я хотел отметить? Если раньше на подключение к AD у нас уходило час времени, вот, то при использовании Kerberos, то это уже больше по времени. Это дольше по календарным срокам, потому что появляется зависимость от заказчика и от IT-службы, и от собственных специалистов, которые выполняют настройку. Вот. Это не так прозрачно. Следующая задача, которую мы решили, это была интеграция с Airflow. Причем, помимо вызова определенных шагов загрузки данных в LuxMSBI, нам еще нужно было и записывать ответ для базовых метрик по Data Governance, Data Quality. То есть, когда загрузка пошла, мы должны были отправить ответ в Kafka, и из Kafka этот ответ прочитал бы система DGDQ. Вот. Также все это сделали. Это оказалось довольно просто. Вызов pipeline загрузки просто через curl-запрос у нас был осуществлен, ну, нужных там бачей и задач. Запись в Kafka коллеги реализовали на своей стране. Также это теперь мы используем на всех проектах, и очень удобно. По системе мониторинга, с точки зрения LuxMSBI оказалось довольно просто интегрироваться, потому что логи записываются как в текстовые файлы, так и в SQL-базу. Соответственно, агенты мониторинга у нас ходили в SQL-базу запросами и проверяли все эти логи. Либо ходили в текстовые файлы, но в SQL-базу, конечно, было лучше и быстрее. Примерно так. Сейчас я вспомню, что еще хотел здесь сказать из важного. Еще реализовали интересную функциональность, когда одна из систем заказчика, это система, которая дорожная в уровне, операционная, она предоставляет некую аналитику по железным дорогам. И предоставляет она пользователям в виде PDF-отчета. У нас была задача из нашей системы получать нужный отчет с заданным фильтром. Соответственно, мы передавали через веб-сервисы параметры в другую систему, которая нам формировала PDF-отчет. Мы этот PDF-отчет также выводили на экран пользователю в едином окне. То есть не было переключения из LuxMSBI на какой-то другой интерфейс или на какую-то другую систему. Все в одном окошке, в одной системе. Так, далее. Продолжим. И последнее, наверное, что еще хотел бы рассказать про дополнительные требования IT-блока, про качество загружаемых данных. Я уже кратко сказал. Мы передавали метаинформацию в Kafka. Из Kafka ее вычитывали графаны. И в графане у нас была аналитика по тому, например, сколько строчек приходило, какая динамика, сколько времени заняло, какие есть выбросы статистические. Это позволяло быстро специалистам дежурной смены реагировать на неочевидные сбои в загрузках данных в систему. По безопасности все требования мы выполнили. То есть тут мы перешли на работу по шифровным протоколам, обеспечили полноценное ССО. Единственная остается проблема. Керберс обязательно требует, чтобы компьютер пользователя также находился в домене. Если он не находится в домене, технологии ССО работать не будут. Это вот то, с чем мы столкнулись и то, что мы не решили окончательно. То есть ССО в этом случае не срабатывает. Используем Git. Стали использовать LiquidBase как систему контроля конфигурации баз данных. Тоже оказалось крайне удобно, понятно и прозрачно. И для отказа устойчивости мы использовали довольно простой механизм. Мы выделяли в Virpal IP адреса для фронт-энд серверов, которые просто балансируют нагрузку между основным узлом и узлом резерва. Если основное отваливается, сессии пользователей перенаправляются на резерв. А при этом на стороне бэкэнда для PostgresQL мы использовали Корусинг и Пейсмейкер. Это стандарт заказчика для датабейс-серверов именно на Postgres. Но в конечном итоге начали переходить на патроне сборки. Это также работает очень стабильно, никаких проблем с этим не было. Примерно так. Теперь продолжим. Теперь, Макс, я тебе слово передам. Ты уже про более технологические особенности. Расскажи, ты тогда говори, когда слайды переключать. Я свой включу, я там немножко дополнил, с твоего позволения. Да, давай. Сейчас, мне буквально полминуты. В своей части я расскажу о архитектуре особенностей LuxemSBI, а потом вживую покажу обезличенные стенды с настоящими дэшбордами, которые делались в реальных проектах и продолжают развиваться. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, видно ли сейчас мой экран? Да, все видно. Спасибо. Технологические особенности LuxemSBI. Мы единственная российско-датазонцентричная платформа. Мы используем двухзвенную архитектуру, обработка данных происходит непосредственно рядом с самими данными. Этот подход мы подстояли в виде научной работы, которую мои коллеги, главные конструкторы LuxemSBI и директоры, защитили в ICM, специально для этого ездили в Японию. Можно эту работу скачать на платное, по-моему, 15 долларов стоит. Но мы прошли вот такую проверку мировым сообществом нашей архитектуры, что очень приятно, и отечественные биосистемы таким похвастаться не могут. Это позволяет, такой подход до центричной архитектуры дает высокое быстродействие и возможности по горизонтальному масштабируемости. Мы довольно часто участвуем в различных апробациях у российских заказчиков и неизменно занимаем первые места в части быстродействия. Горизонтальная масштабируемость позволяет решить любые запросы заказчика по количеству одновременных пользователей, по тому объему данных, которые необходимо обрабатывать. Мы готовим сайзинги, пожалуйста, мы можем любую задачу с любым требованием обеспечить во время отклика количество одновременных пользователей и так далее. Наша архитектура построена на открытости, есть богатая API, можно создавать свои микросервисы. Единственное требование к этим микросервисам, чтобы они работали под операционной системой Linux, но сейчас, наверное, это Astralinux Redos, и могли взаимодействовать с ядром Linux MSBI по протоколу HTTP. Мы поддерживаем горячие, теплые, холодные слои данных для того, чтобы можно было наиболее эффективно использовать хранение данных. Часто используемые данные, например, отчетные за текущий год, это горячий слой, прошлый год это теплый слой, холодный год это все остальные слои, это остальные года. Обычно, если говорить про используемые технологии, то это GreenPlan для теплого слоя, Hadoop для холодного и, например, тот же ClickHouse для горячего слоя данных. Наша целевая массивно-параллельная СХД это GreenPlan Arena Data DB. Это позволяет, мы используем максимально все возможности этой СУБД. Соответственно, запрос, который отправляет пользователь, например, на обработку данных, выполняется одновременно на нескольких серверах, и это дает поистине безграничные возможности по быстродействию. Для того, чтобы именно использовать СУБД GreenPlan, у нас реализован двусторонний FDW-коннектор, который позволяет таблице СХД видеть как родные таблицы базы LuxMSBI. Также мы активно используем такую технологию, как MPP-бэк-пушдаун, которая, позволяю ее покажу вживую, она позволяет провалиться от амблигированных данных, то есть увидеть на дэшборде какое-то амблигированное значение, например, сумму договоров или количество инцидентов, но онлайн с помощью пушдауна или пушдауна, MPP-пушдауна вы можете обратиться к источнику напрямую и получить детальную информацию, что же это были за инциденты или какие договора были заключены. Для хранения мы используем быстрый слой hotlayer горячий слой данных, где LuxMSBI складывает те данные, которые необходимо отдавать уже непосредственно на визуализацию. И еще одна наша особенность – это кастомизация интерфейса и визуальных элементов. Вот на проектах, которые в том числе я рассказывал Максим, эта возможность была впрямую задействована, потому что когда мы говорим о подобном уровне дэшбордах, информационных системах, здесь, конечно, все интерфейсы отрисовываются отдельно с учетом брендбуков, гайдлайнов и так далее. Они должны полностью соответствовать тем задачам, которые выполняют. По поводу архитектуры. Основные компоненты, то есть если мы разобьем на части, это, собственно, сервер. Один или несколько, на которых работает ядро LuxMSBI. Внутри – subadepus bsql. То есть все необходимые application layers реализованы на PLPG SQL. Также используется веб-сервер Nginx. Он же может быть использован для балансировщика запросов, если нам необходимо. У нас есть горизонтальное масштабирование, используется несколько серверов, LuxMSBI. Здесь же реализована API для разработки приложения. В качестве клиента используется тонкий клиент HTML5 без каких-то ни было дополнительных расширений разработок пользовательского интерфейса. То есть не только мы, но и наши партнеры и клиенты, если у них есть соответствующие центры компетенции, могут разрабатывать визуальные элементы, виджеты для своих нужд. То есть если в стандартной поставке порядка 30 стандартных виджетов, этот набор можно расширить и переиспользовать в компании. Ну и также у нас есть свой IT-инструмент. Это SMS-датаборинг. Это визуальный IT-инструмент, который позволяет забирать данные из внешних источников и размещать их на горячем слое в LuxMSBI. Следующий слайд – это архитектура в LuxMSBI. Слева вы видите все системы, которые находятся вовне по отношению к LuxMSBI. Это какие-то хранилища, это могут быть какие-то информационные системы, какие-то файлы. Могут быть также какие-то веб-сервисы, веб-службы, которые отдают тоже какую-то информацию. В центре находится LuxMSBI сервер. Два основные компоненты. Соответственно, ядро LuxMSBI DB. Компонент DataGate, который отвечает за связку внешним миром, в том числе и Query Pushdown. Здесь помимо стандартного подключения по HDBC, также может использоваться и DW. Для определенных СУБД мы используем нативные коннекторы. Для того же PickHouse мы работаем по HTTP. То есть мы стараемся максимально использовать все возможности, которые предоставляет нам источник. Возможно, пакетное обновление. То есть мы можем к источнику обращаться по расписанию. Можно телепроцесс вручную запустить. Можно по событию, например, по HTTP. Можно поставить нас в основную цепочку обработки. Кстати, вот проект с Максимом мы там так и делали. То есть нас вызывали в конце, когда уже хранится. Нас вызывали нашу цепочку, передавая параметры. То есть не только завершившиеся операционные дима забирали, но и, например, какие-то даты, которые прошли корректировки изменений. Мы их также забирали. Ну, также у нас Frontend Server Engine. Ну и справа вы видите пользовательский интерфейс, тонкий клиент. Он создан с адаптацией под мобильное устройство и веб-интерфейс администратора. По поводу открытости, да, там идея, принцип это использование открытых программных интерфейсов для взаимодействия с внешними системами, а также для замены компонентов, для изменения самого API. То есть те, наши партнеры, сотрудники которых прошли соответствующее обучение, я говорю, высшие могут изменять интерфейс, могут добавлять экстонизированные элементы визуальные, я, например, покажу. Ну, а также могут создавать какие-то микросервисы, которые могут реализовать, например, у нас был такой вот цифровой подпись, и, например, стыковку с банковской отчетной системой, где в LuxMS BI можно нажать на соответствующую кнопку, да, и получить отчет, который будет сгенерирован сторонней системой. Разработку системы, да, мы можем устанавливаться в облаках, у нас нет привязки к OS, хотя сейчас это, конечно, Astra Linux RedDOS, да, если говорить именно импортозамещение. Мы прошли необходимую сертификацию, у нас есть сертификат AstraReady. Мы также очень внимательно смотрим на, что называется, железо, да, активно делаем нагрузочные тесты, работаем, есть тесты у нас, например, с процессорами BICAL. Ну и для клиентов, кому это важно, мы можем передать исходные кода в LuxMS BI, но с тем ограничением, что мы будем осуществлять авторское сопровождение, чтобы помочь разработчикам дальше развивать LuxMS BI для себя. Так, сейчас я перейду к демонстрации. Экран на какое-то время пропадет. Так, подскажите, пожалуйста, пошла ли уже новая картинка. Ксения? Да, Макс пошла. Все, отлично. Значит, вот это вот та самая стартовая статаница, о которой говорил Максим, она кастомизирована, то есть разработчики имеют возможность ее создавать, то есть не нужно менять ядро системы. Здесь вот те самые разделы отчетности представлены и как построено данное решение. То есть мы переходим в основные показатели. Вот это все сделано по макетам, которые нам предоставлены были по техническому заданию. Здесь, наверное, нету такого конкретного изысков, да, каких-то визуальных, потому что система, она используется именно в рабочем режиме. Здесь важно видеть, какие показатели не соответствуют плановым значениям. Поэтому здесь сделан упор именно на функциональность. Подсвечиваются определенные показатели. Мы можем выбрать какой-то отчетный период, за который мы хотим видеть эту информацию. Можно выбрать, назовем их, дорожные департаменты в соответствующем пункте меню, да. И если мы обнаруживаем, что какой-то показатель не соответствует плану, мы можем нажать на соответствующую плашку, и при этом произойдет переход на другой дешборд. Отчет называется «Качественные показатели», и дешборд называется «Участковая скорость». Здесь более детально мы можем получить информацию, почему, собственно, мы не достигли этого плана. Используется инфографика, то есть мы видим территориальные участки, они подсвечиваются с желтым, зеленым или красным в зависимости от состояния. Видим, что у нас здесь не соответствует. То есть здесь такой лаконичный интерфейс, сделанный четко под тот визуал, который нам передали. Ну, соответственно, возможность перехода, drill through, drill down, здесь все это реализовано, то есть можно все это посмотреть. Все переходы делаются с сохранением контекста, то есть я был в Дорожном департаменте 10 дней, мы остался, но и то же самое касается даты 9 июня 2006 года. Еще проект, который мы делали, касается эксплуатации сетей связи. Здесь мы видим с вами на основном экране количество интендентов, которые включились. Достаточно большое количество фильтров. Здесь, помимо всего прочего, также реализована ролевая модель, то есть пользователь в зависимости от принадлежности к орг структуре организации видит только то, что относится к нему и ниже по иерархии. Ну и, соответственно, корпоративный центр видит все. Видно общее количество инцидентов. Дальше идет фильтрация 5 основных сетей, где есть проблемы, и оставшиеся группируются в разделы другие. Есть возможность фильтрации по типу сети. И вот то, что я говорил, мы можем перейти непосредственно к самим листам регистрации, то есть мы видим определенное количество инцидентов, но если нажать кнопку перехода, мы увидим детальную информацию о самих инцидентах. Эта информация не хранится в LuxMS BI, это вот тот самый query pushdown, который по контексту, а именно, что это 13.08.2021 года, что данные именно мы смотрим по всей кампании, вот здесь они у нас оказываются. Здесь можно посмотреть статус, кто завел инцидент, идентификатор инцидента, на каком участке связи это случилось, описание, какие меры приняты, какие планируются принять, плановое время разрешения этого инцидента, есть поиск, то есть можно там произвольно набрать какой-то текст, опять-таки идет запрос в источник, где этот запрос обрабатывается, и вот мы видим только те инциденты, где где-то встречается 222, подсвечивается за зеленым, синим цветом. Еще несколько слов о возможности по визуализации. Если мы говорим тоже о выполнении плана работ, то опять-таки вот здесь такое представление, есть различные сортировки, снова показываются какие-то филиалы, мы видим какие-то, где работы запланированы, какие выполняются, как работает дежурная смена, все это представлено. Но еще, например, можно создавать вот такие схемы, где наглядно показано, сколько у нас работы запланировано, в каком они находятся статусе, требуют согласования, готового выполнения, как работы переходят из статуса в статус, что для этого должно произойти. И вот кликая на каждый вот этот бублик, мы видим, как определенные дежурные бригады их выполняли, то есть здесь подсвечивается соответствующим цветом, в зависимости от того, как красный, он желтый или зеленый. Все это здесь представлено. Тоже важный момент, что пользователи, они здесь не нужно использовать стандартные BI какие-то, виджеты, линии и прочее. Они хотят работать информацию так, как им удобно, так, как они это привыкли. И хотят это делать. LuxMS BI дает такую возможность, пожалуйста, с помощью вот этих возможностей по созданию кастомизированных элементов вы можете подобной визуализации создавать. Причем здесь, видите, другая обвязка, чем я показывал на предыдущем стенде. То есть все это доступно для разработчиков. Есть фреймворк, который делает всю работу по связке клиент-сервер, а разработчик начинает свою работу с того, что он получает набор цветов в соответствии с теми фильтрами, которые выбрал пользователь. Может использовать любые Java-библиотеки. Есть два основных направления разработки, это jQuery, там устаревший и React более современный. Пожалуйста, мы это все поддерживаем. Еще несколько вживую слайдов. Вот тоже примеры нестандартных элементов. То есть есть какой-то план-факт-переключатель. То есть все это было проработано заказчиком, отрисовано нашим дизайнером. И вот он работает так, как должен работать, что в положении плана у нас появляется календарь, который как-то управляет и так далее. Но вот в решении этой задачи, этого проекта, мы создали несколько расширенными стандартными элементами. И дальше просто при создании дешбордах они переиспользуются, как и любой другой. Можно создавать дешборды, что называется, без дешбордов. В частности, вы видите, что коллеги из блока закупок хотели донести до своих коллег, как именно формируется закупка и как это происходит. Вот подробно тут шаг за шагом все три этапа расписаны. От формирования заявки на закупку, выбор в поставщиках, хранение отпуска и так далее. И можно скачать здесь какую-то нормативную документацию. Причем она тоже может находиться где-то на других ресурсах. Но за счет использования SSO для пользователя это будет все прозрачно. Он просто кликнет и начнет скачивать тот документ, который должен у него скачиваться. Также, если я уже перехожу на стандартный интерфейс, поддерживаем работу с картами, причем в многослойность. То есть отдельно, вот у меня здесь регионы, отдельно федеральные круга, отдельно точки. Пожалуйста, если это нужно, светофорная индикация. Я не знаю, какие будут точки продаж. Можно получать по ним информацию. Используется кастеризация. Как на клиенте, так мы можем делать кастеризацию на сервере. Показывают миллионы точек. Но мы их, естественно, не будем передавать на клиент. Это сделает сервер. Он просто подправит информацию по тем кастерам, которые у нас получились. Есть также и другие возможности по созданию дешбордов. Есть сводные таблицы, где пользователь сам может создать тот вид работы с данными, как ему это удобно. Наверное, хороший пример – это пилот тейбл в Excel. Мы идем по такому же пути. Все это возможно. Можно использовать условное форматирование. У меня здесь табличка для примера, которая просто показывает данные, то есть без каких-либо ограничений. Используется для этого лейдзи, чтобы не перегружать пользовательский интерфейс. То есть по мере того, как я буду стравировать данные, с сервера происходит подгрузка, и мне изображаются дополнительно новые строчки. Причем, видите, тут есть фон можно задать, жирность шрифта, размер его и так далее. Ну вот я, наверное, основные вещи рассказал. Давайте посмотрим, что у нас есть по вопросам. Если не секрет, какую BI-систему использует Сибура или планирует перейти? Ну здесь, наверное, вопрос не ко мне. Я надеюсь, что это будет плюс MSBI. Задачи Сибуры нам, в принципе, понятны. С удовольствием поработаем вместе с коллегами. Может быть, кто-то прокомментирует этот ответ, да? Да, выходите, пожалуйста, с вопросами, пишите в чат или выходите голосом. Максим, может быть, у вас есть какие-то вопросы к аудитории или хотите что-то пообсуждать? Конечно. У меня, наверное, есть самый такой больной вопрос. Что же все-таки более в компании используется, да? Это селф-сервис или аналитические решения. То есть мы видим это как два основных стрима. И после, начиная, наверное, с весны, востребованность селф-сервиса возросла. Требования к отечественным BI-системам тоже были довольно серьезные, да? Мы сделали релиз весной, который как раз большую часть этого закрыл, но мы видим, что нам нужно туда развиваться, и мы будем это делать и в ближайших релизах. Но также мы видим важность того, что все-таки есть и аналитические решения, которые не имеют ничего общего с сервисом. Максим, вас стало немного плохо слышно? Совсем плохо слышно. Например, вот оно есть там у ее представителей. Вознатели, да. Макс, тебя было очень плохо слышно, ты прерывался. Попробуй выключить видео и трансляцию, чтобы канал событий был. Да, сделал. Сейчас тебя слышно лучше. Спасибо. Вот мой вопрос к аудитории, если кто-то. Повтори, пожалуйста, вопрос, потому что он... Как вы считаете, что сейчас более востребовано селф-сервис или аналитические решения, если собрать всех пользователей, где вот этот бегунок, да, куда он склонится, в сторону селф-сервиса и в сторону аналитических решений. Можно в чат писать. Хорошо, пока коллеги пишут, здесь задает вопрос Роман Торшин. Можно ли задать вопрос? Да, задавайте. С удовольствием. Да, Максим, очень приятно. Спасибо за выступление. Но традиционно, да, в связи с чем вопрос? Проектируем федеральную государственную информационную систему. Соответственно, есть у нас такая подсистема ситуационный центр. Осматриваем несколько систем биоаналитики. Соответственно, в связи с этим возникают вопросы. Может быть, вы подсветьте. Из тех дашбордов, которые мы увидели, хотелось бы, может быть, более подробно, или, может быть, если есть возможность, продемонстрировать. Можно ли менять визуальную часть? Что вы используете? Какой продукт, который визуализирует вам те или иные схемы, дашборды и так далее? То есть, это гибкое какое-то решение, open-source решение, или это ваша разработка? И можно ли видоизменять? Я поясню вопрос. Нас интересует, например, 3D. Можно ли графики и так далее, чтобы они были объемные? Или только плоские, как вот у вас в презентации? Давайте я начну тогда с 3D. Сейчас версия, которая создается, она поддерживает 3D-модели. В качестве примера, я так понимаю, что можно, Роман, получить вашу e-mail или какую-то контактную информацию. Я могу выслать примеры, как 3D-модель можно размещать в виджетах Luxe MSBI. Да, давайте я тогда в чате оставлю. Ну и, в принципе, презентаж вашу можно было бы посмотреть. Может быть, мы вас пригласили бы на свои заседания рабочие. Может быть, действительно подсветили. Потому что вас в нашем вроде пока не рассматривали, но почему бы и нет. Ну и еще раз. А вот, допустим, подключать. Может быть, я просто не с самого начала как бы присутствовал. Подключать объемы данных из внешних источников. Например, Росстат. Да, и как быстро можно обновлять. Раз вопрос. Второй вопрос. Проверяли, нагружали ли систему на количество одновременных запросов. Поясню, почему это важно для нас. Будет подключаться не только федеральный центр аппарата полномочного, но и будут все регионы подключаться. Соответственно, одновременная работа с дашбордами. Ну, возможно, как минимум. Да, может быть, даже, соответственно, достаточно будут большие данные обрабатывать. Сейчас у нас в действующей системе очень медленно обработка осуществляется. То есть выгрузить, например, за 2-3 месяца еще возможно, а за полгода-год, ну, выгрузка идет минут 40. Это только аппарат. Если у нас, собственно говоря, будет все остальное, соответственно, вот эти моменты, может быть, если готовы или нет, или мы тогда в индивидуальном порядке с вашими техническими специалистами вообще. Я кратко, Роман, отвечу. По данным Росстата. Да, возможно, один из наших клиентов, центр имени Алмазова, крупный, курирует 4 федеральных округа, как раз для аналитики использует данные Росстата. По поводу одновременных пользователей. Есть пресс-релизы, могу прислать дополнительно. Мы проводим нагрузочные тестирования. Один сервер у нас выдерживает порядка 8 тысяч одновременных пользовательских сессий. Там можно отдельно, более детально рассказать. Поэтому мы не боимся большого количества пользователей. И третий вопрос был, прошу прощения, пока помню ответы на два, забыл про третий. Ну, возможно ли, да, нам показать индивидуальный презентарь, но я так понимаю, возможно. Нормально. Да, 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 конечно, приглашайте. Я с удовольствием выступлю онлайн или оффлайн, договоримся, детально расскажем про наши возможности. Ну, и насколько возможны, например, финансовые какие-то вещи ваши, хотя бы порядок цифр. У вас годовая лицензия или еще что-то. То есть ваша схема монетизации. То есть это лицензия, это обслуживание. Отдельные доработки, например, мы столкнулись с тем, что какие-то интеграции, доработки, как конкретно виджет, дашборд, у некоторых вендоров требуют отдельной разработки, и это стоит денег. Вот у вас с этим как? Вот может быть еще вот этот вопрос. Значит, лицензии у нас есть два варианта в зависимости от количества пользователей. Либо по вычислительным узлам, по серверам, да, 1, 2, либо непосредственно по именованным пользователям. То, что касается разработки, то здесь возможны варианты. Можем сделать это мы, может сделать наш авторизованный партнер, либо если вы решитесь самостоятельно создавать визуальные элементы, то мы готовы обучить ваших сотрудников и создадите центр компетенции, и это можно делать. Если говорить о стыковке с внешними данными, то это даты инженера, в зависимости от источника, да, то есть там, скорее всего, это будет что-то ближе к SQL. Вот 99%, 95% это база данных. Кстати, вспомнил последний вопрос по поводу выгрузок. Мы в прошлом году принимали участие как технологический партнер InterRAO по проведению хакатона, и через интерсфейс Luxe MSBI команды скачивали данные по платежам. Значит, там скачивались данные объемами десятки гигабайт, и это занимало, ну, если мы сейчас убираем сетевую составляющую, то там реально это минуты. То есть мы умеем отдавать большие объемы в формате CSV, в формате паркет. Вот это возможно. А у вас свои серверы, да, или как вот это? Ну, вот наши технологии, которые мы используем, я сейчас не хочу сейчас вдаваться там. Ну, давайте, да, это не всем подробно расскажем. Давайте, да, в индивидуальном порядке мы тогда это обсудим. Спасибо огромное. Очень было интересно. Спасибо за вопросы. Очень хорошо вы подсветили моменты важные для клиентов наших. Ну, я не знаю, я не буду вас мучить, какой у вас интерфейс, на каком языке, возможно ли на иных языках. Микросервисы возможны. Любой язык, который будет работать на сервере Linux, то есть Java, Go, не знаю, Python, что хотите. Мы не ограничиваем. Спасибо. Да, коллеги, спасибо большое. Всего доброго. Можно вопрос задать? Да, конечно. Здравствуйте. Большое спасибо за презентацию. Вот первый вопрос. Эта презентация будет как-то доступна, чтобы ее более внимательно посмотреть? Да, я отвечу. Это данный вопрос. К сожалению, нет. Распространять мы ее не можем по просьбе заказчика. Мы можем показывать, но просили не передавать. То, что касается Linux BI, есть наши стандартные презентации. Вышли, оставьте ваши координаты. Здесь без проблем. И еще последний, второй вопрос. Если возможность такая есть, смешивать данные из разных источников, объединять их, какой-то ETL с ними делать и только потом куда-то сохранять. Именно подключаются разные источники. Какие разные источники? Это стандартный относительно кейс. Несмотря на то, что там 95% данных с УБД, но эти с УБД, во-первых, могут быть разные. Хранилище, еще какая-нибудь информационная система. Это, как это, наверное, не печально, но это жизнь. Это Excel файлы. Очень часто, особенно плановые значения показателей. И это какие-то веб-сервисы. у нас был на пресейле кейс, когда мы отображали информацию об объектах контроля и также выводили информацию по прогнозе погоды у этого объекта контроля. То есть мы делали стыковку с GizMeteo. LuxMS Data Boarding это позволяет делать, но единственное, что в части GizMeteo надо было заказчику покупать доступ к этому API. И меня как раз интересует, на каком этапе в LuxMS это делается. До построения датасета когда можно... Да, совершенно верно. То есть вы объединяете, у вас в итоге получается витрина конечная, обычно это донормализованная витрина с большим количеством столбцов, куча, большое количество измерений, сколько-то фактов и дальше Dashboard Builder вы мышкой накликиваете какие факты вы хотите в этом виджете, например, количество сотрудников и по какому измерению, пол или, например, дата и так далее. У вас есть готовая презентация именно по этому куску? Я вот вас смотрела, как раз именно разные данные, веб-интерфейс, база данных, какие-то через коннекторы, какие-то CSV файлы. Ага, это отдельная презентация по LuxMS датаборингу, как раз это и те инструменты, которые эти задачи решают. Спасибо. Пожалуйста. Елена, мне только контакты ваши надо как-то получить через Ксению или еще может быть как-то Максим, я свои в чате скопировал. я скопировал. Сейчас попробую в чате скинуть, но вообще мои контакты у вас есть, потому что я с вами уже работала. А, отлично, тогда вы можете обратиться там коллегами, с кем работаете, они вам все предоставят. Хорошо, спасибо. Так, если вопросов больше нет, хочу поблагодарить спикеров за доклад, за то, что нашли время и вышли сегодня к нам со своей темой. Если вдруг вопросы появятся, также можете мне скинуть ваши контакты, допустим, ник в Телеграме, и я прикреплю их в канале после выступления, если это возможно. Так, и тогда переходим к нашему следующему спикеру. Ксения, вы с нами? Да, добрый день. Добрый день. Расскажите, чем вы занимаетесь, с какой темой к нам выходите сегодня? Ну, в целом, я занимаюсь машинным обучением в компании LAT, развиваем направления, связанные с искусственным интеллектом, разные, и вот одна из наших тем, это один из реализованных наших кейсов, это ВСБИ. Да, у нас импортозамещение, но как бы на мой взгляд не стоит смотреть на импортозамещение только как на необходимость заменить то, чем мы уже вот сейчас прям пользуемся именно в том текущем состоянии, как оно есть. И то, что я хочу сегодня показать, это платформа, которая поднимает BI на новый уровень, даже при том, что она является импортозамещающей. Так, мне нужно только применения в бизнес-аналитике голосовых помощников. Ну, мы с вами с ними уже достаточно часто сталкиваемся в повседневной жизни, все знают Алису, Марусю, Google, Siri, Alex, но в теме BI-аналитики они уже тоже начинают присутствовать, но пока еще не настолько распространены. Давайте посмотрим, что же это такое, как это выглядит. Вот здесь как раз на скриншоте представлен пример реального работающего голосового помощника, импортного, который позволяет с помощью обычного текста с вопросами, например, какая выручка, здесь вот, например, покажи мне по брендам распределение, допустим, товаров. Он позволяет вместо дэшбордов, вместо каких-то жестких панелей, которые надо настраивать, и они там сделаны под очень определенную специфичную форму, беседовать с ним в обычном текстовом языке, задавая вопросы, так же, как мы это привыкли делать голосовому помощнику, и получая ответы в виде аналитики, в виде конкретных цифр, в виде таблиц, графиков, в общем, все, что мы привыкли видеть в BI. Где это может быть необходимо? Допустим, представьте, вы находитесь на совещании, у вас есть презентация, которая собрана из дэшбордов, и вдруг вам неожиданно задают вопрос, на который у вас в текущем виде какого-то готового дэшборда нет. Чтобы, если действовать стандартным путем, нужно сначала этот дэшборд сформировать, причем потратить на это время, сделать определенные телодвижения по этому поводу, чтобы, собственно, мы увидели этот дэшборд, там все это настроить, и затем показать. То есть в процессе презентации такое действие уже было бы неприемлемо, и можно было бы в лучшем случае извиниться и пообещать нужную информацию дослать позже. В случае с вот таким голосовым помощником мы не ограничены набором готовых дэшбордов и имеем возможность сформировать те данные, которые нам необходимы в любой момент времени. Что интересно, вот такой способ интерфейса, он вообще не будет следовать какому-то готовому сценарию, то есть не нужно заранее пытаться все виды графиков там, например, у него сформировать в его базе знаний для того, чтобы он нам их показал. Он сам с этим разберется и сам все, что нужно, нам сгенерирует и отдаст. Если посмотреть, как развивались в принципе BI-системы, то мы наблюдаем такую иерархию, что ли, поколения, которые они прошли. То есть самый первый, самый нижний уровень, который вообще появился, это была возможность сделать прямой запрос в базу данных, вывести оттуда какую-то табличку, что-то сджойнить и получить просто набор цифр. Соответственно, для этого требовались определенные знания и ценность, она была самой низкой из всех вариантов, поскольку она еще не представляла собой отчет, не представляла никакой визуальной составляющей, она просто давала табличку с большим текстом, с большим объемом данных. Затем, соответственно, стали появляться отчеты, которые можно генерить и делать более красивые, приближенные к пониманию пользователю форме, дашборды, которые превратились в интерактивные отчеты, в которых можно что-то поменять, передвигать, попробовать разные параметры. И сейчас мы с вами находимся в последних двух стадиях, то есть система начинает понимать естественные языки и могут вести с нами диалоговое взаимодействие. В первом случае мы можем еще без голоса текстом ввести какой-то запрос, например, покажи мне, какой объем населения сейчас проживает где-нибудь в Бангладеше. Просто текстом и чат-вод нас поймет. Во втором случае мы уже можем делать это, не вводя текст в клавиатуру, он сам преобразует и сам сгенерит то, что ему требуется. В данном случае легкость и ценность для пользователей возрастают. Почему? Потому что упрощается UX, становится проще пользоваться интерфейсом и не нужно делать много шагов для того, чтобы получить информацию. Потому что в принципе сейчас пользователю все еще нужно делать больше целодвижений и кроме того пользователь оказывается привязан к своему по сути личному кабинету в биосистеме. Он должен загрузить приложение, авторизоваться в него и только тогда он увидит дашборд. Отвязываясь от вот такого дашборда, мы можем носить аналитику с собой в мобильном телефоне и запрашивать ее там, где она нам будет необходима. Кстати, да, коллеги, можете задавать вопросы, если они возникают. Правда, чат я здесь не вижу в таком режиме демонстрации. Я надеюсь, Ксения мне подскажет, если вопросы будут. Чтобы это все тоже не превращать в один мой монолог. Ну, а в целом, как бы предвидя уже возможный вопрос, то есть, а действительно ли эта функция, она нужна бизнес-аналитике или это просто какое-то вот такое новомодное увлечение, прикрутили помощника, а потом все схлынет и мы снова вернемся к тому, что было. Давайте посмотрим на то, является ли такой помощник в принципе трендом или это просто хайп, который может пройти. Вот здесь мы видим отчет, показывающий, как много людей вообще в принципе используют голосовые интерфейсы для разных задач. И вот на состояние начала 20-го года 43% пользователей интернета в совокупности по всем странам, они уже использовали голосовые интерфейсы в своей деятельности. Вот здесь можно увидеть более подробно, как распределяются эти показатели. То есть, во-первых, мы видим, что очень сильно растет процент голосовых запросов в мобильном поиске, потому что это возможность не тыкать пальчиком в экран, выбирать там маленькие крохотные буковки, а просто задать вопрос. Причем мы печатаем сильно медленнее, чем мы говорим, даже на обычной клавиатуре, а на мобильном телефоне мы печатаем еще медленнее, поэтому есть запрос на то, чтобы все-таки общаться голосом. Также мы видим, какая была динамика людей, использующих голосовой поиск, и видим, что она может быть невзрывным ростом, но тем не менее она растет, и сейчас она там тоже составляет где-то порядка 40%. А если посмотреть распределение относительно того, чем пользуются пользователи, когда, собственно, прибегают к такому Voice Assistant, то самым большим количеством из кейсов использования нас пользуются задания вопросов. То есть пользователь хочет получить готовую информацию, а по сути это и есть то самое применение в биосистемах, когда мы хотим заменить просто дашборд на такую голосовую аналитику. То есть люди хотят не просто слушать музыку, проверять погоду, какие здесь есть еще варианты, они хотят получать готовые ответы на свои вопросы и достаточно сложные вопросы, не тратя время на поиск и не тратя время на еще какие-то целодвижения. Поэтому мы можем с уверенностью смотреть на то, что этот тренд от нас уже никуда не уйдет и по мере того, как возможности помощников растут, соответственно, он будет проникать все глубже и в другие тоже виды программного обеспечения, но в BI он уже проникать начал. Вот здесь вот есть несколько сценариев использования, где они могут быть уместны, то есть именно голосовая аналитика. Первый я, в принципе, уже рассказала, то есть развитие бизнеса, это когда нужна информация для важной встречи и ее нет на текущем дашборде. То есть с помощью WSBI мы можем в разы быстрее получить нужный нам ответ, просто не задумываясь, потому что нам не надо эту информацию заранее готовить. Другой пример это если мы говорим про владельца бизнеса, который использует BI, и ему было бы неудобно обращаться к нему с конкретного компьютера, где установлена лицензия, он хочет его видеть на тех устройствах, на которых он просто привык работать. Вот в частности мобильный телефон, на котором опять-таки дашборд какой-то полномасштабный, он был бы не совсем удобен в силу размеров экрана. Здесь одно из преимуществ, что помощник выведет конкретно нужный график, он не будет рисовать большие какие-то схемы, таблицы, он выведет именно то, что покажет пользователю в нужном нам по сути размере. Руководителю бизнес-аналитики здесь дается возможность не пытаться адаптироваться под все запросы пользователей. То есть, если сейчас проектирование дашбордов, это, можно сказать, своего рода искусство, и нужно понять, как его будут использовать, предугадать возможные варианты, чтобы человеку было удобно, чтобы там находилась именно та информация, которую мы хотим до пользователя донести, чтобы он нес на себя определенную бизнес-ценность, то вот это все уже уходит на второй план, потому что мы знаем, что голосовой помощник за нас подстроится, и у нас уже нет таких жестких ограничений, как при проектировании дашборда. В производстве тоже, если, допустим, мы хотим использовать дашборда где-то в цехах, опять-таки, это было бы удобнее делать, допустим, с того подручного устройства, которое у нас есть, ну вот просто наш мобильный телефон, потому что в цехе, особенно если этот цех какой-нибудь там пыльный, с какими-то еще особенностями, там техники, такое может быть просто не место для того, чтобы устанавливать даже ноутбуки, или там планшеты, если там, допустим, есть определенные требования к помещению, а просто носить с собой, принести, посмотреть и сразу же получить какую-то аналитику, которая нужна прямо в моменте и скорректировать что-то в технологическом процессе, вот именно в моменте, это как раз позволяет возможность, причем с бютус-гарнитурой можно даже освободиться и работать с таким помощником без помощи рук. Ну и, наконец, есть люди, которых мы, возможно, даже не рассматриваем сейчас как пользователи биоаналитики, потому что они слабовидящие и они просто не в состоянии сейчас полноценно использовать возможности BI-систем, но с помощью голосовых помощников они получают возможности, равные с другими людьми, то есть они могут задавать вопросы голосом и также голосом получать на них ответы. Вот пример конкретно живой в OSBI в Tableau. Это не коробочное решение, это дополнительный плагин, но тем не менее он существует, он рабочий, у Tableau даже есть демо-версия на сайте, можно зайти попробовать. Он здесь делает что? То есть мы спрашиваем, задаем вопрос, у кого из пользователей самые большие скидки. Он его сразу же преобразовывает в попытку угадать, какими столбцами мы хотим оперировать, там вот дискаунт, кастомер-нейм, используя методы обработки естественного языка и засылает запрос в виде SQL в базу данных, где извлекает нужные нам данные. Аналогичные плагины есть для Power BI и ClickSense. Ну и собственно мы тоже пошли в это направление. У нас к этому была предпосылка в том, что в компании разработана голосовая платформа, такая же, как вот Яндекс или Google, только она можно сказать полностью кастомная, в ней восемь языков с разными акцентами и за счет того, что этот движок он полностью наш, мы можем делать любой тюнинг такой, какой нам будет необходим. И она не требует, то есть она не облачная, как вот, например, у Яндекса, она спокойно ставится заказчику на объект, если в этом есть необходимость, если там данные какие-то особо важные, которые не хотелось бы выпускать за контур защищенный. и там она работает. В целом, платформа предназначается для разных кейсов, не только для биоаналитики, и биоаналитика это просто один из способов ее использования, а так в целом она, ну, мы не конкурируем впрямую с Яндексом или Гуглом, потому что это такие большие массивные платформы, мы ушли в ниши, то есть вот если брать специфику, например, какой-то области, допустим, медицинской или атомной промышленности, или там такой вот именно технологичный сфер, допустим, нефтехимия, вот какие-то такие сферы, то там мы встретимся с большим набором узкопрофессиональных терминов. И если на обычной области мы можем там чуть-чуть уступить по точности крупным лидерам рынка, потому что они затачиваются именно на то, чтобы максимальное количество людей их могло поддерживать, то вот в таких областях мы их уверенно обходим, потому что тюним наши алгоритмы до той точности, которой необходим заказчику в конкретной области с конкретной его терминологией. И применяем ее, соответственно, для решения каких-то конкретных задач. Допустим, там в интернет-магазинах, в гостиницах, как такой виртуальный администратор сферы развлечений и так далее. И, соответственно, у этой платформы есть определенный набор функционала. У нее есть возможность голосовой активации, такой же, как, например, Ok Google или Алиса. У нас эта голосовая активация, она является такой white label, то есть мы ставим то слово, которое нужно заказчику. И поэтому, если на одном, допустим, смартфоне будет несколько наших приложений работать, они все будут иметь разные слова активации. В одном случае это может быть там привет, Сибур, в другом кто-то еще. В общем, то, что захочется слышать заказчик. мы можем работать на разных устройствах. У нас есть полная поддержка вплоть до встраиваемых решений и имеем специальный инструментарий для того, чтобы создавать диалоги любой необходимой сложности. То есть, по сути, это такая Алиса в коробке, которую можно в полной мере адаптировать под свои нужды. И такую платформу мы адаптировали под то, чтобы она умела работать с BI. Мы независимо от какой-то конкретной BI-платформы, мы можем работать поверх любого решения. Соответственно, мы в принципе способны синтегрироваться с любой отечественной BI-системой, если потребуется импортной, но так как у нас импортозамещение, будем говорить про отечественное. Можем работать просто поверх базы данных любого корпоративного хранилища, извлекая оттуда данные. Вот здесь я расскажу о том, как это реализовано, чтобы это не выглядел такой магией, как текст у нас преобразуется в SQL-запросы. У нас есть движок по распознаванию речи, который преобразует аудио в текст, затем текст с помощью обработки естественного языка обрабатывается, и мы получаем определенный результат, извлекаем из него сущности и понимаем, о чем нам сказал пользователь. Дальше это все отправляется в модуль текста SQL, я сейчас подробнее немножко еще на нем остановлюсь, и на выходе мы получаем полноценный SQL-запрос, который может быть выполнен в базе данных. Соответственно, мы его делаем, возвращаем результат, и дальше нам остается либо синтезировать речь, которая этот результат проговорит, либо сформировать графики и отправить его пользователю. В данном случае устройство может работать в разных вариантах, то есть это может быть специально реализованное мобильное приложение, веб-интерфейс, мессенджеры, интеграция с любыми системами, там, где пользователь хотел бы получать эти данные, там может быть 1С, CRM-система, интернет-магазин, в общем, здесь все ограничено только по фантазии пользователя, можно вывести в Smart TV или еще куда-то. Ну и пару слов о том, как же собственно текст попадает в SQL, чтобы это тоже не выглядело такой магией. есть такой State of the Art, то есть текущий уровень развития этой технологии, над которой работаем не только мы, но и в принципе достаточно большое количество исследователей по всему миру. И задача этой технологии расшифровать текст так, чтобы сопоставить каждому слову определенный столбец. Вот это можно увидеть на рисунке сверху. То есть у нас здесь есть вопрос, сколько зарабатывает Цукерберг, и есть столбцы, которые находятся в базе данных. И задача алгоритма соответственно соотнести, что матчмейк это селлари, это его зарплата, марк Цукерберг это нейм, и соответственно мы обращаемся в конкретный столбик. И за счет этого формируем запрос, который нам вытащит данные в совокупности нужных нам столбцов. На второй схеме можно в целом увидеть, как это работает. То есть данные о том, какой у нас запрос, о том, какие у нас столбцы, они как бы собираются вместе, обрабатываются двумя слоями нейронных сетей, первые работают на NLP-алгоритмах, понимая контекст, вторые работают на такой усложненной классификации, которая позволяет нам преобразовать данные в конкретные элементы SQL, и таким образом мы собираем фразу SQL по сути по кусочкам, по отдельным словам, и получаем нормальные полноценные SQL-выражения. у этой технологии пока еще есть определенные трудности, которые, ну, у всех, скажем так, решений такого рода есть, как минимум, четыре вида определенных трудностей, которые приходится преодолевать. Первое, это то, что в реальности у нас не все так просто, как вот на первой схеме, а на самом деле у нас часто бывает join, 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 join. И вот все зависимости между таблицами приходится учитывать при формировании такого SQL-запроса, отчего сложность алгоритма, она становится достаточно большой. Второе, то, что пользователи не обращаются к базе в терминах этой базы, они обращаются так, как им удобно. Они могут что-то сократить, заменить синонимами, применить вообще какой-то сленг, и мы должны догадаться, что хочет человек, и все-таки сопоставить это с нужным нам столбиком. Третье в том, что между столбцами бывают зависимости. То есть, допустим, если у нас человек уволился, у него зарплата за последний месяц не будет, и мы должны об этом догадаться и взять, например, последнюю зарплату такую, какая она у него была. Вот эта сложная логика, она тоже вносит здесь свои погрешности. Ну и четвертое, то, что названия столбцов в разных базах данных могут отличаться, поэтому здесь нет какого-то уникального решения, которые можно было бы один раз обучить и применять вообще ко всем базам данных мира. То есть, оно тюнется под конкретные названия столбцов конкретной базы. У этих трудностей есть как минимум два решения, которые позволяют их обходить. Первое – это применение моделей данных. когда мы не затачиваемся под конкретные названия столбца, мы формируем модель как промежуточный элемент, у которой с одной стороны некая бизнес-логика, а с другой стороны возможность подставить конкретные названия столбцов, присущие конкретной базе данных. И решение такое, как так называемый обратный индекс. То есть, помимо того, что мы ищем какие столбцы, как, то есть, если вот в обычном SQL-запросе мы извлекаем информацию из столбцов, зная данные о том, что мы хотим получить, то в обратном индексе алгоритм еще делает анализ содержимого ячеек. И если мы не поняли, что Марк Цукерберг это столбец name, то мы можем поискать, в каком же столбце содержится Марк Цукерберг и сделать из этого определенный вывод. И таким образом удается повышать точность такой обработки, что, в общем-то, сделало технологии уже доступной для применения в текущих реалиях. Собственно, это все, что я вам хотела рассказать. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, задавайте вопросы в чат или выходите голосом. Можно я? Да, Роман, конечно. Но очень приятно, это вот классная демонстрация того, зачем мы пришли на конференцию, на метап. Вот ваша концепция прям очень ложится в то, что мы бы хотели видеть на самом деле. И честно могу сказать, в принципе, не видел до этого решения именно применения естественной языка биоаналитики. Вы прям очень удивили нас. Я не буду сейчас перегружать метап. У нас очень много конкретных вопросов и так далее. Поэтому приглашаем вас к нам, потому что вот ваш классный пример о том, что аналитика в кармане, на телефоне руководителя, вы знаете, это прям вот очень актуально. Сейчас у нас, например, первое лицо, да, выступая в Государственном Думе, но бывает что-то возникает вопрос, который не запланирован, и презентации ее нет. И это было прям реальный случай мы посвятили. И это было очень сложно, собственно говоря, для всего аналитического отдела быстро сделать руководителя, отослать на телефон, то есть целая задача. Но то, что это уже сейчас работает, хотелось бы посмотреть, насколько эффективно. Почему? Потому что я понимаю, как бы все-таки вопрос с естественным языком, надо тренировать систему, наверное, я так понимаю. Вот, соответственно, вопрос следующего характера. Вы упомянули восемь языков, они, я так понимаю, европейские, вряд ли они языки Российской Федерации. Или можно тренировать, например, на наши национальные языки, казанский, чеченский, татарский, извиняюсь, чеченский, украинский и так далее. Смотрите, да, текущие языки у нас представляют собой в основном европейский и даже китайский, если вдруг потребуется. Мы можем добавлять сюда любые языки, просто если к этому будет запрос, но, соответственно, это требует определенного обучения системы, но так как у нас в целом этот процесс уже поставлен, нам не надо ее обучать с самого нуля, мы подстраиваем алгоритмы, просто беря уже какой-то, скажем так, уменьшенный датасет, да, и достаточно быстро можем подстроиться на новый язык. Я правильно понимаю, в принципе, еще один применение, то есть, если вы, в принципе, хорошо размечаете, это не обязательно должно быть использоваться биоаналитики, это может быть SQL-запрос, мы можем, в принципе, просто использовать, да, в своих, например, документах. Да, совершенно верно, это технология, которая позволяет нам более продвинутую работу с текстом, с любым. Ну, это тоже вот нам интересно, потому что даже, даже, наверное, более интересно, потому что большой объем документов, заявлений, обращений, соответственно, это прям вот, то есть, вот я задавал на прошлом метапе вопрос, был такой сервис Archivarius, который делал, скажем так, позволял морфологические анализы проводить ответ на запрос, мы искали какой-то аналог, вот вы фактически подсветили, что сейчас, да, можно вот таким способом решить, поэтому спасибо организаторам, спасибо, Ксения, вам, мы вас однозначно будем прямо в ближайшее время ждать у себя, чтобы вы полноценно нам провели презентацию, подсветили все вопросы, пообщаемся тогда в чате предварительно. Хорошо, спасибо большое. Да, может быть, у кого-то еще есть какие-то вопросы? Ну, можно еще раз, здоровая критика, пока вы выступали, залез на ваш сайт, посмотрел, вот то, что я вчера говорил, попробовал найти вашего классного помощника голосового, да, но я не нашел, понимаете, о чем я, да, то есть у вас классное конкурентное преимущество, да, у которого в принципе в России я ни у кого не видел, даже и западных аналогов по пальцам можно пересчитать, у вас это по идее должно быть прямо на первой заглавной странице, а вы знаете, мы номер один, я все вкладки пролистал сейчас, я так и не увидел, то есть вот это решение, которое нам, Ксения, классно сейчас презентуете, у вас, собственно говоря, найти его, либо его вообще нет на вашем сайте, либо я плохо искал, я вам рекомендую просто вот это сделать, ну, что называется, отдельно, на заглавной странице, только мы в России это сделали, вот, ну и то, о чем я вчера говорил, сравнительную характеристику, как бы, там вот вы здесь упоминали западный аналог, ну, хотя бы вот вкратце, потому что вот я говорил о сложности поиска информации в открытых источниках, именно наших отечественных лендеров, это не то, что вам критик, это всем, у всех такая проблема есть, давайте покажем пример вот всему сообществу, что, а можно по-другому действительно немножечко как бы делать, развернуться к потребителю, да, и вот о своих классных победах заявлять, ну, очень громко и содержательно, вот посмотрите на сайте уполномоченных по правам человека есть отдельная рубрика «Наши победы», да, вот как раз это вот об этом, да, что действительно хвалиться вроде не очень хорошо, а с другой стороны то, что действительно вас крайне отличает от других, ну, надо прям выводить на первую страницу, поэтому я надеюсь, что тоже помог вам немножечко вот так вот подсветить и наиболее ярко, чтобы вы о себе заявили на всю Россию и, в принципе, мне кажется, и на международную аудиторию это хорошая заявка на самом деле. Спасибо, учту. Там, по-моему, в чате вопрос какой-то. У меня был вопрос, я в том дело, что прекрасное решение, огромное спасибо, но насколько я практик, я понимаю, что любое такое решение требует больших трудозатрат. Я имею в виду, во-первых, это наверняка утяжеляет систему, роботоспособность снижается, во-вторых, наверняка это более дорогословующий продукт будет этой опцией, вот, и насколько это реально сделать, это еще вопрос. Спасибо за вопрос, да, ну смотрите, попробую разложить по полочкам, во-первых, насколько утяжеляет продукт, давайте разберем на компоненты, та часть, которая работает на мобильном телефоне, у вас будет утяжелять не более, чем текущая Алиса и Google, потому что это, как бы, часть клиентская, да, часть, которая относится к серверу, она, как и во всех остальных решениях, зависит от количества пользователей в секунду, чем выше нагрузка, тем, соответственно, нужно больше мощностей. В целом, у нас решение, которое при определенных условиях может работать даже на уровне кофемолки, то есть, можно ее оттюнить до того, что она будет буквально десятки мегабайт, если мы не требуем от нее, чтобы она этой своей биосистемой обслуживала десятки тысяч пользователей в секунду. Что касается того, насколько это может быть дорого, ну, тут надо понимать действительно, что решение, оно здесь, мы, наверное, даже не говорим о какой-то коробке, потому что, если, допустим, смотреть на Яндекс и Google, они за счет чего делают дешевым? Они делают это приложение единым для всех, то есть, вы не придете к ним и не попросите его настроить, они либо просто откажут, либо выставят ценник, который на самом деле будет сильно в разы больше нашего, потому что их задача делать систему, которая одинакова для всех. Мы как раз-таки от них дистанцировались для того, чтобы получить такую возможность, не конкурировать с ними впрямую, мы ушли в такой кастом, то есть, мы можем тюнинговать систему именно под ваши задачи. Вот этот тюнинг, он будет требовать определенных денег, не скажу, что это прям десятки миллионов, но, разумеется, он потребует затрат. Но после того, как мы его сделали, эта система у вас уже может работать коробкой и договоренность о том, как, соответственно, ее оплачивать, это чисто такая уже бизнес-логика, то есть, на самом деле, мы можем просто прийти, поставить ее к вам на сервер и забыть, ну, там, поддерживать. А вот если вы просто берете облако, допустим, Яндекс, вы будете платить там за каждое синтезированное слово или там за каждые там несколько секунд распознанного текста, вот, у нас есть возможность просто разработать и поставить. Я понимаю, о чем вы говорите, тюнинг это как бы небольшое машинное обучение на ту тему, которая используется в организации, тех слов, которые могут быть произнесены и распознаны. Да? В этом дело. В том числе, да. В том числе, да. Вот я как раз про это все и имела в виду, что это все не так просто сделать, во-первых, но и так, конечно, это выдаются дополнительные затраты. Хорошо, спасибо. Ксения, а порядок цифр можно, например, просто вот хотя бы понимать, да, например, а сколько это может стоить? Например, да, на отечественную систему ну, вы поверх делаете, например, ну, транскрибация и голосовые запросы, давайте так, на естественном языке. То есть самую простую интеграцию, сколько это может быть стоить? От и до, например, вот как бы? Ну, если говорить прям от самого нижнего порога, то я думаю, что, наверное, миллионов, может быть, от двух, от трех вполне. То есть, если какое-то решение, действительно, ну, это кастомное, но, тем не менее, на таком простом функционале. И это не будут лицензионные платежи ежегодные, да, это, в принципе, будет законченное решение, которое мы будем использовать, как вот вы сейчас сказали. Я правильно понял? Это законченное решение, но по поводу лицензионных платежей это уже, соответственно, отдельная обговариваемая история, да, как вы хотите дальше им распоряжаться. Ну, я имею в виду, что мы не два, два миллиона в год, я к этому, да, то два миллиона в год и два миллиона растягиваем мы на, там, на пять лет, это разные вещи. Нет, вы еще учитываете, что проект в любой корпорации расширяется, используемые слова должны дополняться и тюнинг нужно периодически обновлять. Ну, вот да, хотя бы, ну, ладно, мы не будем тогда загружать, мы, в принципе, это можем обсудить отдельно, сколько это примерно будет стоить, но на самом деле интересная идея и она действительно может как надстройка не только, например, двигаться именно вот в BI, это, наверное, самое такое очевидное, а вот работа с документами это прям вообще интересно было вам. Хорошо, с удовольствием с вами пообщаюсь. Так, спасибо. Если вопросов больше нет, с разрешения Ксении также поделюсь ее контактом после мероприятия. и тогда будем финалить.